так но теперь уазики тут есть уазик вот такой 31 53 то есть это чуть от модернизированной жесткой крышей от академика известный то вот блогер академик но он читерский что-то очень быстро носится 250 километров в час 770 слышишь какая-то ерунда сделано то есть на первой передаче он там летит уже чуть ли не под 150 это какая-то ерунда короче другого тут что-то нету как нормальным сделать фиг узнает на и надо знать тут у него цвета картинки кстати не было мне пришлось самому делать вот их снимать и вырезать в планшете так что за неимением лучшего как говорится приходится вот такой еще от уазиков симба есть такая машинка которая перед патриотом этим пытались выпускать и идиотское тоже название бесит под какой-то патриот хует бесит просто более крысы всякие вы используете ну чё смотрим по эту машину сейчас так пассажиров она возит нормально ну чё тут я чё говорить это был внутри говно полное но этим и прорезиненной хернёй все обделано прибора от грузовиков такие примитивные кстати бим же там есть на напольный рычаг у сетла такие чуть обшитые люк наверху это кстати дерьмо это хунтеры есть вроде бы вроде бы да это хунтер этот есть баранка так крутится я конечно мягко скажем не поклонник этого дерьма нечто больше уж даже гайсик нравится прибор на 100 160 спидометр пробит ну там вот этот есть бензин как обычно всякая фигня традиционная для советских машин амперы вода маслом а сброс боку чё за херня так это какие-то или чё на автомате что ли надо знать тут хэллоуиновая тема но я осень просто поставил вот тот мужик какой-то другой немного без белом как такой сидит вот вот такой на гагарина похож кстати пластиком все сделано обвесы все пластиковые надпись у вас вот еще это короче кунтер этот была какая еще у него и длинна базная версия это кстати не длинна базная что-то как это какое-то удлинение слишком вроде большой еще вот наверху сделана такая из шести лампочек мигалка так ну-ка еще посмотрим немного так как оптика работает короче говоря чё ставим его садимся внутрь еще зеркальце то плохо видно будет так ну ладно заводим приборами у него коней короче говоря не все ладно такая скорость быть не может на нем поэтому надо будет аккуратно во-первых нельзя будет кроме первой скорости никакую другую врубать как-то тут текстуры непонятно отражается только первая скорость короче читерская машина к сожалению не соответствующие близко реальным музыку который еле пыхтит 250 как чон дурак или как это же скорость ну спортивных машин каких-нибудь 250 как типа какой-нибудь в ferrari ну и чё уазик ты разгони он просто улетит и он просто перевернет нафиг через морду как говорится так что это они наврали короче ну чё делать наврали так наврали только надо будет поаккуратней поаккуратнее в общем на дороге надо будет так ну перевозки как я уже говорил и те и те доступны вот все она работает вообще практически все машины вот которые я посмотрел они могут и грузовые пассажирские выполнять вот это теперь первая пока читерская машина который у которой со скоростью беда все остальные вроде пока все нормально со скоростью тоже тоже грохочет при при повороте тут нельзя не вы включать очень никакие скорости капот на уазике торчит он небольшой но тоже здорово прыгает и поскольку ему сделали высокий центр тяжести то он еще хуже скотчить чем газик газики то здорово скакали то есть можно улетать дерьмовая то черная тоже мне не нравится не факт что она чё-то защитит под него гай во первых она воняет противно вторых под него грязь всякая набивается то есть он протухший например если кто смолит там так он весь протухший так и будет ну скорость вот она непонятная на этой машины это как один псих купил уазик как вы я забыл его его потом убили то ножом вот он тоже стебался на у нее черного был hunter на огромной скорости все летал по обочинам него канал то тоже был который ненавидели пуш он там ломал машины о как долбануло его он еще и съезжает то плохо ну посмотрим немного как он тут гоняет целом на проходимость тут машины практически нереальность нереально испытать вот странно что не вы как бы ремень безопасности не видно в то ли включился то ли не включился нихрена не поймешь ну с этой машиной надо будет аккуратно она читерская зачем было такую скорость ставить на у вас ты наверное какой-нибудь ебанутый который поменьшался на них поставил ну зачем врать то бьется что-то время зачем брать так бы он нормально ездил а так вот непонятно да не будет 90 тонара большая уже скорость его там длина начинает нара колбасить другу какая интересная уазика максимальная я что-то не помню его там иначе под сотню там нара долбает только так короче можно улететь и все очень опасно некоторые же ебанутые гоняли на этих машинах как бешеные и влетали солдаты-то нихрена ж не умеют их там заставляли гнать на по огромной скорости а могли поддатые быть порой ну вообще удержать его не просто этот вазик скотчет он тоже здорово вот тогда когда они их начали реализовывать с 88 года все начали скупать что охеренная типа машина то не этим тоже попользовались какое-то время пока не просекли что это тоже все дерьмо по сути ну просто что и бывает что нигде не проезжают какая куда-то надо ехать и там невозможно никак проехать иностранное все дорогое так вот они так покупают хотя сейчас это все тоже что-то непонятно потому что оно все некачественно сделано короче там то неизвестно стоит ли это покупать или не стоит он какой красивый пейзаж осенний тут вот кстати надо будет по лесу проехать зимой и весной наверно как его шибает я на природе еще не катался а читерская машина короче вот чё творит это на первой скорости он на первой скорости идет как москвич на полном ходу это с ненормальным ускорением ну это спортивная машина короче типа ferrari вот феррари это нормально ну там какой мотор то стоит охеренный не стоит такой топор как в вазе какие-то 4 цилиндра все топорный мотор в тех-то они стоят восьмерки или больше даже десятки 12 цилиндров 16 бывает в городе тут придется на этом дерьме я здесь очень аккуратно но другого нет уазика к сожалению выбор не выбрать любую интересно в стандартных машинах уазик есть или не шиша да по и вроде что-то я не припомню там жигули вроде есть вот будет посмотреть я не помню какие-то машины москвича точно нету жалко что нормальный 412 или 408 не сделали москвич схромированный-то в смысле сделали ижевский дрэк я вот не особо ижевский любит ну тоже ничего но как-то вот мне больше московский нравится но короче сел ему не туда терь не сюда коры но единственно что тут удобно взял до обновился и вот и вся недолго как говорится просто тупо обновил кстати поехал назад сам а высоте если машину то не поставить на тормоз и особенно это в старых тоже бывает почему под них камни то и подкладывают кирпидоны что на можешь поехать а веса там потону то есть задавить может запросто ногу отдавить а грузовики сипой так это вообще капец как далеко поехал ради интереса может действительно посмотреть сейчас на раз становится дальше то ехать некуда до остановился украшение такое примитивная виде чайки на морде да и все больше никаких украшений в нем нет вообще машинка убогая она они же ее хотели с лэндровера сделать учета не у вас 460 он бы должен был называться поначалу более рубленый такой на лэндровер похоже вот там стали орать что они бы не он и мало чем от газ 69 отличается поэтому они переделали таким более пока там сделали что вая зараза машина у меня есть такое впечатление что в стандартном наборе и почему-то нету поэтому вот пришлось только такой взять все других вариантов нету шубу азик посмотреть в спинтайре все вот и в основном то тоже не очень хороший но вы есть там хорошие в котором я по болоту доездил остается буквально последняя партия прицепов и уже можно будет кататься в спинтерисе я не хочу пока возвращаться чтобы не начали надолго это по перебору так я все про все посмотрел машины прицепы там всякие теперь можно будет нормально продолжать так ночью берем тогда заказы давай все приступаем гудок страны так давай смотреть где у нас тут вот архитектурная ну-ка давай аккуратненько архитектурная бетонная на загородный его поехали уехать-то далеко на загородный сейчас выскакиваем уже на шоссейку очень опасно на нем ездить сразу вот все не могут быть аварии все время возникать есть спидометр этот вижу хреново не читай подсветка какая-то фигуры где саша мора через светофоры по-хамски проскакивать то есть абсолютно невозможный бред ну давай девку снимем в красных эти вроде самые красивые ты медленно то на ней не поедешь она ускоряется очень быстро ну давай вот так вот так ладно чё давай теперь гнать поехали за попробуем привезти еще будет посмотреть нормально сядет ли чувак не сядет ну нет я вот не поклонник этого дерьма них они нравятся мне что-то некоторые чё-то вот и муазики эти нравится мне нет мне больше нравится газ 67 и га 69 ну мне кажется они более устойчивые да и проходимость у них наверно получше может я так выпендрежный какой-то вот сейчас поворот будет ненормальная машинка будет тяжело на ней гадаться он бабка вот мужик пошел хусейн в армии то и рака на них ставил и зенитные ракеты вроде на эти уазики правда помогло мало ему это все устаревшие ни херенища не работающие читарская машина как как будто спортивная так что машину дело какой-то ебанутый фан уаза решил его феррари превратить это как это чё ты купишь феррари или уазик променял феррари на уазик как бы ебнутый или там купил пуханку как добро добро купил да нет короче говоря если надо где гонять по грязи так лучше газ 67 или га 69 купить а те хоть можно будет ездить а на этом чё нафиг на хрен взялся он все равно машина не машина как говорится ну возить пассажиров можно но можно сдохнуть на всем этом а вот сзади можно сажать и как типа микроавтобус его использовать это очень опасно потому что там комфорта то никакого нет так по рябиновой пошли я не знаю как я буду с пассажиром ехать с грузом-то похлин тоже разбить можем с пассажиром то что-то будет рискован а таком тарантасе кататься больше как для экспериментов чем для работы ну жигули не особо конечно мне нравится их тут что-то они эти жигулей как всегда тонны наставят нет сделали бы несколько машин и тонны машин вот конечно вис надо будет скачать в виде пикапа пикапов то больше вообще тут нет пикап тут один только вис из жигуля так у красно-кирпичного здания как сделал поворот ну что я это чувачок будет час до сейчас будем чувачка уже высекать где-то вон там недалече стоит чувачок где ты стоишь а вот где-то рядом сейчас 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 а вот все я вижу он там на краю стал давай сразу настроим так давай давай аккуратненько подъезжаем так все чувачок сел ну села бы нормально на саю кстати он тут сел абсолютно нормально на задний он мужик пошел свитере на заднее седло поэтому это хорошо так давай щас скорее карту смотреть а ну тут недалече на утреннюю так ну давай заводи пара волынку свою заводи тарантас автобус зараза мельтешит как говорится давай его обойди этот сейчас будем нара поворачивать на утреннюю похоже так вот сюда все уже на утренней только не проскочи место все все сейчас давай давай аккуратненько руки аккуратней я вроде вчера не смог здесь на луазике чувака высадить ну все окей ну в принципе доставили чувакам не знаю как доволен он что ему на уазике его потащил ну давай давай назад поехали ну так средний на рам особо на ранее вряд ли он там плывет от счастья чего уазик вез так как я заказ так все поступил удобно так деньги херачить здесь просто приходит и ты поехал до деньги получил вряд ли это хер так ты получишь там же они друг другом конкурирует потом в аварию можно попасть сюда ну там у них хера херово они могут плоть и драки и даже и все что угодно у них может быть там же о деньгах идет речь там целые мафии где вот это так хапаются деньги я тупо не будешь просто гонять туда-сюда и в карман все хапать дохуя денег так бы все вы купили бы какие-нибудь развалюки дать где занимались бы на груза тем более там на рассвета нелегальные какие-то грузы так можно за этот просто сесть на ра сивыс высекут что кто-то что-то гоняет вот так вот опять же это надо чтобы он продавал еще долго вывозить то чего не продашь все это какие-то хайка это херня ходовая значит туда-сюда врач просто фарсовать могли там чуть вот так вот или что нет такое которое так сказать нигде не достать было они вот могли это нелегально как бы возить водку иногда так возили будешь все же это мафиями в одиночку то тебя сразу схватит это кажется что они не видно если даже тайна передавать друг другу все равно кто-нибудь кого то не начнем все равно что сдаст сдаст кто-то кого-то даже если это делать где-то в лесу например перекладываться все равно кто-то сдаст кого-то неизвестные люди они обязательно обязательно сдадут друг друга так сейчас мы на северную поехали дальше чё и все и на северный заказ тут на северной сейчас давай зараза едь это опасный перекресток они как-то непонятно мы пока стоим это что не нам получается вот там зеленый зажегся это пока стоим какое-то предприятие внутри вот зеленое насаждение хоть посадили это хорошо если тупо гнать все равно где-нибудь да ой 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 где-нибудь добре же что здесь такая скорость я не успевают уже чувак идет через переход ни черта не сделать поэтому на спортивных машинах это тоже надо уметь кататься гонять и в общем нигде просто так нельзя потому что если по улице как шибануть там по 200 так чё вряд ли ты куда-либо живым вернешься так вот того о кого-то сбил кто-то хочу кто орет тот кого-то сбил где-то так а где мужик то уже где-то рядом а вот он все нашел нашел все мужик стоит это место где крутится станция прикольное кстати довольно место нет я вроде все окей никого не сбил все нормально это мужик на гагарина похож на стоп-соп блин подайте назад да блин выпадаешь это назад все сел вот теперь давай скорее вперед чуть-чуть его проскочил так но ничего ладно нормально куда едем-то вот слушай тут рядом в конец северная вот на кой ляд он едет пешком бы быстрее дайте чем мы будем обезжать туда-сюда ну просто тупо в конец севера сейчас поворот надел еще опасный поворот то зараза давай быстрее сюда вали девка привет да ездили развлекались и бабам подкушивали дебилы как бы выехали на улицу вот тут смотри какой опасный разъезд нихрена не видно можно улететь на центр этой площади вот такая развязка не нормально пассажиров он возит ничего но просто что огромная скорость поэтому надо вот это понимать что это риск серьезный летняя улица мне очень сложно останавливаться с такой огромной скоростью некая коробка очень мне не нужна по сути так стоп 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 так 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 все давай готовится все давай на медленную езду зараза жалуется не понимаешь ли о какие чуваки поехали ну молодцы в целом а давай бабу дожидаться сейчас заодно ждем заказом где-то рядом чувак стоит на автомобильной что-то у них тут такие заказики-то близкие ну а тот гудит а чё-то понял что его гудят ну ладно все теперь можно ехать пьяное дерьмо летело по улице в обход светофором это вот тот чувак до которого убили вот он так типа и ездил он как бы если горит светофор ему похер он просто его боком обходил по светофору там или газону он вообще вообще не астана никогда не останавливался если на дороге тачка он просто ее по обочине а у когда ты идешь уазик так он типа там на полном приводе в грязи там весь ну дебил тоже такой ебанутый как бы фрик по сути был там где-то чувак стоит недалечим сейчас уже надо быть настороже ну вроде эти козлы видео заблокировали в парахе хотя у него же это он просто издевался над машинами у него там ничего не политическое но они там охерели наверное что это типа как добро блин какой-то там развалюха кстати он не москвичи а шигули ломал москвичи он вроде никогда не ломал да москвич то жалко а жигуль то чё его жалеть так ну чё давай в городе осень и дождь и слегать о бабка бабка идет им еще бабкам надо было палки дать так иначе было бы смешно бабка идет о села нормал так куда едем то так утренняя так ну куда так березовый не знаю как это называется туда в том направлении на утреннюю часть поворачиваем так тут похоже нет светофора так просто заворачивать так по завернули утренняя небольшая такая связная улица вот два ряда берез красивая тут место магазин какой-то так давай 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 сейчас зеленый смегает вот заразов поставила дис скотина уже зеленый-то мигал нормально все было хера ты дис оставить скотина тебя же быстрее хотят довести нет скотина еще и дис поставит какая не привереда говорится дохер еще дизов поставить аварии нету все окей скотина, наверное это что диз означает платых шиш еще сука за резкое торможение берет давай кочерыга это и в этих виде ведьм оделись давай отправляйся в ад страшные надо тут парковка слушай, ну тут надо будет за двойную линию ехать вот здесь нет, нет, пока не здесь еще дальше тут поворот нельзя так херово нафиг рядом высадкой но надо ехать за двойные линии нельзя нельзя через двойные нельзя уе 776 уешники поехали задом сидеть вообще неудобно-то и опасно и неудобно ну что, вези эту заразу к точке высадки медленно вот скотина медленно езда тебе тебя вижу, чтобы тебя не дергать медленно урод косолапый все уехал где нахер единица тебе единица тебе в задницу ставим тебе в задницу эту единицу и вставим так где ты там стоишь на хвойную вон сейчас покатили смотри никого не сбей тут э да скотина вот куда тебя несет-то х сука попалась под меня ну что давай назад тут он кельяна аллердер сейчас в туннель покатили так что это машинка не академик она правильнее а вот того чувака это вот еще жигуль досками обколотил вроде вот они там и орали это из этого интересный автомобиль какой-то 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 дебил чтобы он обколотил жигуль досками за чем-то срезал крышу и прикрепил вроде в горшках растения чтобы смешнее было что он типа великому жигулю испортил имидж типа такая сори да машинка читерская прикольный цвет раньше вот таксин такой цвет лимонно-зеленый красили так вот где-то чувачок где-то на хвойной стоит а не 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 на хвойной не там еще надо будет повернуть хвойная тоже такая связующая только ни одного хвойного дерева правда нет куда вот туда а вон где выскочил вот туда чувачок то где-то рядом так все я уже его вижу ну и не знаю можно и последнего чувачка взять да сейчас то есть и хватит легко в принципе ну-ка стоп-соп все молодец так куда мы едем сразу смотрим если что-то они близко совсем да газики то так на утреннюю в двух шагах фактически за газы берут еще медленную изду скотина а куда быстро вылететь давай а то обойди там уже красный классненький красненький классненький такс на железнодорожную сейчас там а это как называется хрен знает а вот дед дед переходит тоже опасный переезд перекресток вот они стоят ими не переехать нифига это очень херово когда машина прямо в центре скопившаяся стоят ну долбанутся рано или поздно кто-нибудь долбанется вроде разъехали все поехали да какой встречный что-то пизди что никакой встречный не было сейчас за перекрестком уже все а все уже мигает не успели что-то он резко тормозит все время его сложно затормозить улица Аль-Ардерп иногда такие смешные названия Кильяна Аль-Ардерп не знаю откуда это взято есть такие надо посмотреть на самом деле ну утренние это хвойное там всякое школьное это конечно везде есть а вот чтоб какие-нибудь такие экзотические это надо знать зараза сейчас тебя что делает по слову пошел хорошо я заметил ну то есть этих людей вроде как стараемся не сбивать вроде как все нормально гагарин типа титова привез из цикла где остановка где все все так ну ладно что давай конечаем с этими перевозками и берем теперь грузовые надо чуть подождать так вон бабка пошла так жмем куда ехать это грузовые далеко ну на новую туда на юг поедем вот сейчас посмотрим как он будет кататься как говорится вон там какие-то как рундуки какие-то теоретически в уазике можно и назад в третий ряд кого-то вместить но опасно стекла сдвижные все какие-то непонятные ну что поехали так давайте разную погодку поставляем пока едем это очень не забываем потеря можно резко тормозить уж покер бабы сидят боком тоже так неудобно раньше в рафике при всех недостатках хоть как-то худобедно в основном все вперед сидели а тут как натыркать это вообще капец просто сейчас поворот так сажать то наверное нельзя после дождя короче жалко что поезд не сделали то есть переезды просто попри ну-ка сейчас посмотрим о как подпрыгнул но все таки поустойчивее луаза луаз это вообще кал луаза вон кстати вовсю продают не только 969 но и первый прямоугольный то есть продается во все 120 160 тысяч 200 тысяч так что дерьмо это продается если фан можно купить луаз там всего две модели так легко собрать всю коллекцию жужики жужик то сколько надо жужиков то больше надо что там этот горбатый ушастик мыльница еще пикап то есть четыре штуки надо а этот всего две глаз лазик полевая дождь осенний дождь осенний серый дождь о как шпарит дождь Продолжение следует... Продолжение следует... Клуб быстрых ускорений... КБУ... Клуб быстрых ускорений... Надо проскочить... Так, ну и туманчик давай включим... Так, ну сейчас за Достоевского... На новую... А теперь хорошую включаю опять погоду... Так, сейчас поедем... Клуб быстрых ускорений... 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 Так, сейчас поедем... Клуб быстрых ускорений... 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 Всё, вижу его. Да подожди ты, не то включаешь там. Да блин, подожди ты. Вот, давай то, что нужно. Чуть впадай, наверное. Всё, погружаем. Давай, мужичок, куда едем? А, так тут совсем рядом на Достоевского. По новой и всё. Чё так быстро-то? Поехали. В УАЗе-то, конечно, грузы всякие можно легко возить там сзади. КОНЕЦ Особо-то быстро не гони. Груз тоже портится. Я смотрю. Давай проскочи. Проскочи. Как это проскочили светофор. Ура. Один проскочили, второй не проскочим. Светофор проскочили. Как дебила летела по улице, светофором пролетела. Хе-хе-хе-хе. Отстоит стентом газель-то. Ни хрена не видно. Так, ой. Ой. Как груз-то долбануло. На нем вообще грузы опасно возить. Сюда они ломаются. Машина-то дерьмовая. Попробуем сейчас как-нибудь довезти уж. Всегда давка в этом месте. Слюхой не проехать нифига. Тебе пробку попал ты. Да, а не проехать. Ой, тетка сидит в микроавтобусе. В опасную пробку я что-то смотрю попал. Что же делать-то? Опять и будем стоять. Мы не можем никуда съехать. Не знаю, что там случилось. Ну, давай-ка посмотрим, где я. А кто встал-то? Ничего не понимаю. Тут машин-то не так много. Вон там чувак стоит. Недалеко где-нибудь. Ну что, давай назад тогда. По трамвае мне гуднул. Сейчас их обманем, короче. Проедем вот тут аккуратно сбоку. Иначе не бесполезное дело. Никто не едет. Что-то там столпотворение. Так, ну где чувачок? С грузами все вообще на всех машинах нормально. Кроме вот одного мотоцикла без коляски одиночного. Там, видишь, надо... Нельзя ближе передней колеи подъезжать. Иначе давится человек почему-то. Так, гроза сгружаемся. Так, ну все. А так что, надо было и второй что ли раз ехать? О, зараза-то. Там, оказывается, надо было второй раз еще ехать. Ну ладно, тогда давай еще раз. А, он тут рядом. Слушай, он тут рядом стоит. Погружаемся. Да, мы едем. Далеко едем. Трамвайный южный объезд. Вот, слушай, мы туда, в автогородок, ведь едем. По сути. Что-то сверх длинный заказ. Редко туда надо ездить. Есть этот район, где автогородок. Особо-то и гнать-то быстро нельзя, потому что груз повреждается. Так. Как вы. Что-то следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Так, ну че, надо подниматься на ведук. Тут тоже довольно опасно. Паразиты заняли дорогу. Паразиты заняли дорогу. Паразиты заняли дорогу. Ну все, к автогородку едем. Где-то этот чувак-то стоит. Он где-то рядом стоит Он мне нарисовал сложную линию К нему проезда Я просто давай по кольцу проеду Я не хочу туда заезжать Сложно Ой, блин Бабку сбили Ну, сейчас уже, короче, подъезжаем Я вижу, что очень скован с этим Грузом Все равно сейчас приедем Так вот тут стоит Надо объехать Ну, наверное, в той торговой точке он стоит Сейчас туда и поехали Деревья на пандусах посадили Типа висячих садов Получились Висячие сады Это же типа как на пирамиде были Такие террасы сделаны Пирамида такая с террасами Так, разгружаемся 17 единиц Ну вот, теперь уж кончаем эту работу Так, что у нас тут? Вечер Вечер, типа Мужик исчез Ну, можно будет сейчас немножко посмотреть, как он себя будет резво вести Где-то читерский автомобиль Читерский автомобиль Мужик между двух тачек Оказался, это капец Скорость, видишь, колоссальная, как мы видим Если поддать Читерская абсолютно скорость Весь транспорт обгоняется Ну, скорость читерская, короче Абсолютно не соответствующая реальному УАЗику А что, приборы вообще не подсвечиваются? Вообще нифига она не видно Так, что это плохо на них будет ночью Турбоускорение, как говорится Машинка заряженная на турбоскорость Осенний вечерний дур Да, пешеная машина Еще удается как-то избежать аварий Ну, это, блин, это Феррари Никакая-то ни хрена не УАЗик Это Феррари Вот на Феррари, да, так можно Порш, Феррари Субтитры сделал DimaTorzok Да, гаишники Что-то заметались Гаишечка заметалась Это вечерний туман Так, ну и наконец ночь Дождь эта ночь А вот сейчас стрелки видны Я думал, ни хрена будет не видно Нет, видно Хотел забарковать Нет, видно, видно Это после дождя ночью Вон там шар Шар-то тоже подсвечен Ну и я ненормальная не только скорость Прежде всего Ну, ускорение ненормальное Еще есть такое понятие Ускорение Тоже очень важное Ну, а как Никого это непонятно Как у болида Формула-1 Там уж надо будет Сворачивать Так, дождь Так, высотка светится Вообще-то, честно говоря Фары очень хреново Что-то Нифига я не вижу Сейчас посмотрим А не, вот так Чуть получше Ничем Тыкову светится Так, ну, туман теперь Ни хрена не видно, короче Скорость-то не такая Большая Под сотню Ускорение Абсолютно ненормальное Ну, хотя У нее там и скорость Суперская сделана Так-с Теперь звезды Ни хрена не видно Силуэтом машину Это осенняя ночь Силуэтом машины Самые черные ночи его с ним. Не видно ни сги, как говорится, кали-глаз. Сейчас поворот будет. Вот здесь герум. Ночные гонщики. Хе-хе-хе. А, давай включай. Утро надоело уже. Ночью. Тем более сейчас в деревню поедем. Так, жаль, что тут особо по сельской местности не покатаешься. Как он ускорился, зараза. Утро. 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 Закормил пылью чувака Опасный мост пролетели К туннелю подниматься начали Вон туннель Летела по обочине дерьмой Этому ничего Инвалиду не сделать Его только Пылью докормили Как это стояла пробка Дебилы начали по обочине Проскакивать Ну давай утренний туман Туннель под 140 Ох Тут камнепад аккуратно Дебилы начали по обочине Добро пылью Добро пылью Добро пылью Добро пылью Так, а теперь давай-ка После дождя Утречком после дождя Ну давай утренний туман Сложновато Настроить Давай утренний дождь Со скоростью курьерского поезда Это как Т3-110 Т7-140 Так тут как Т7 И то он же тяжелый Ему надо еще разогнаться Чтоб лететь А этот как пушинка Спортивная машина Спортивная машина Так Сейчас наверно съезд Да и все, конец Уазика как Как у инвалидки СМЗ-3А Морда гофрированная Одни и те же конструкторы Пади так Почему инвалидка В чем-то на УАЗик похоже Так что ж Лужуки-то как говорится Одни и те же Кривые ему стерили Так утречком Утречком Осенним Когда прохлада В воздухе висит На УАЗик похоже на УАЗик Сейчас все, погнали на парковку Такая читерская машина получается С неправильной скоростью Ой Очень сложные улицы По автогородкам Здесь же драг Ой-ой-ой Можно сбить людей Драги вот например На 2 километра машина пролетает Вообще моментально Сто-то километров понятно потребуется какое-то расстояние Какое-то время чтобы проскочить 1-2 километра это вообще моментом На крыше тоже гофры И на крыше и на морде Так, ну на парковочку Все, вроде бы запарковались Все, короче, запарковались Вот такой УАЗ 3130 Вроде называется С жесткой крышей Читерская по сути машина С неправильной скоростью и ускорением Осень в Сикикар Драйвинг